Меня все интересует положение в церкви сегодняшней. Очень и очень тревожное. Священники дело свое не знают, абсолютное большинство. А Иоанн Златоуст говорит, если одна душа погибнет по твоей небрежности, о священник, тебе не хватит всей жизни рассчитаться за нее, ибо за нее умер Христос. А их миллионы гибнет, и они лютуют, священники, совершенно Бога не знают. Вот на нас нападает тот один, и он ничем не остановит, ничего нет, бешенство какое-то. Сергей Довдин, зачем ему это надо? Он же не понимает даже, что незаконно рукоположен до 30 лет, он ничего этого не знает. Ну иди там напоминай, нападай, не на Игнатья нападает, и я молчу. А на Степаненко, Максима. Пожалуй, Максим-то тебе отметит что-то? Нет, там он высчитывает, вымеряет, совращает людей, чтобы тут не было никого. Ну, то есть, злодейство. Я бы лазил по чужим дворам и говорил, хозяин ваш плохой. Эти люди пришли через мои занятия, все, которые есть рядом, через университеты, воинские части. Там обращались, через милицию. Я день и ночь проповедовал. А они встречаются с ними, а вы не ходите к нему. Я вот еду в трамвай, в автобусе. Ну и начал говорить о Боге. А одна женщина сидит сзади, не старая совсем, говорит. А я вас знаю, вы Лапкин. Что-то маленько не так назвало имя. Иннокентий, что ли. Я ходила к вам на занятия. А сейчас, а сейчас... Вы же сказали, что ходить в церковь, в храм. Ну, я на исповеди батюшке сказала, что хожу на занятия. А кто ведет занятия? Мне сказала, Лапкин. Я, говорит, совсем не верующая была. Теперь я верующая. Я их туда в храм посылаю. А попы их там душат, как котят. Душат, душат. Ну и все. Я больше не хожу. Он сказал, не ходи. А я говорю, сейчас куда ходишь? А сейчас никуда не хожу. В другом конце города. Мы в воскресенье свидетельствовали. Ну, выше из подъезда. Я бежу далеко. Бабушка стоит с внуком. Я к ней, думаю, я ей тоже Евангелие подарю и скажу. А она меня увидела, улыбается. А я к вам на занятия ходила. Это Алтайский государственный университет. Технический университет. Я в пяти университетах вел занятия. Точно та же самая история. Я их посылаю к священникам в храм. А отец сразу же немедленно против меня травит их. Вещи вообще неслыханные. Кажется, один бы раз я бы должен всех настроить так, чтобы храму на гене ложили. Это волчарня. Нет, я по-прежнему их направляю к храму Московской Патриархии. А он поплютует. Почему? Он не избран. У него на роду написано творить злодейство и закончить жизнь поганой. В аду. На мытарствах лжи. И вот обо мне говорят, что ни одного истинного слова. Ни одного. Вызовите на суд. И скрипят, и скрипят, и пакостят. Вот она нихуя. Теперь, вот, хотели переехать тут по Теряевку. Ну, они им тут наговаривают. Все закулисно. И они, ну, не поедем. А куда теперь они? А никуда. А теперь папы будут отвечать, он даже не нуждается. Вот Никиту зовет он. Что, он его домой примет? Он у меня дома. Я лежу на койке, он рядом. У меня на три этажа все разбито. Я тебя домой принял? Ты у меня жил, пил, ел? Тебя не высчитывали? Нет. Ну вот. Ты спроси этого Дудина. Он тебя примет в свой дом? Устроит тебя на работу? Вот они тешатся властью. Вот она меня. Ой, Игнатий, тешатся там властью. Кем? Над кем? Над Никитой? Смешно. Мне 76 лет. Меня отучили властвовать. В 20 лет у меня было 250 человек. Я прораб был. Шесть объектов. Я знаю, что такое власть. Это опасно. Это ответственно. А вот ты в папы залез, тогда 30 лет. Вот тут тебе властвовать-то и охота было. Батюшка, отец, отец. Какой ты отец духовно никого не родил? А одни коллеги-то мертвецы, да, абортированные. Вот себя-то спрос-то и будет. А с меня не будет, с меня я печник. Как печь топится? Вот она, печь. Я ее делал. Вот как. Я отвечаю за это. И сторожем был. Сколько я этих воров переловил. Господь милостивил. У нас все записывается, выставляется в интернет. Ты не против? Я не против. Такие люди, как Андрей, будут читать. Она скажет, вот мой вопрос разрешился. Давайте разрешение. Не против, что я выставлю в интернет от разговора? Да нет, не против. Все, давайте, говорите. Я слушаю. Отца Игоря поступило такое предложение. Пойти учиться на священника. Знаешь, тут первый вопрос тебе по семейному положению. У тебя жена верующая. Канон говорит так. Пока всех в семье не сделаешь верующими, не имеешь права быть священником. Это канон. Всех в семье. Это правило никто не отменял. Это правило канона собора, поместное, вселенские. Второе. Ты когда крещение принимал, знаешь, когда у тебя жена крещеная была? Она была крещеная в 98-м году, в сентябре месяце. То есть до этого она была не крещеная? До этого не крещена была. После того, как она к тебе, ну, пришла или как сказала, что она крестилась, а после этого у нее измены тебе не было? Была. Все. Кандиатура твоя снята. Остальные вопросы можно не решать. Это канон. Канон. Тебе священником никогда не быть уже. Так что остановись на этом. Это канон. Поэтому правило, которое установили святые отцы, шестой вселенский собор, второе правило, это трубы Духа Святого. И постигать на это, значит, надо скинуть слово православие. Православное, значит, мы обязаны соблюдать священное писание, что святые отцы говорили. Семь вселенских девять поместных соборов, книга правил. Вот тогда мы православны. Это пустой звук, вводящий других в заблуждение. Златоуст говорит. Тут надо так. Или, допустим, ты женился, а она девственница. Но артистка. Уже не имеешь права быть священником. Артистка. Как артистка? Как артистка? Ну, актриса. Пугачева там или кто-то. Актриса. Она приравнится к блуднице. Это православие. А вот если, допустим, ты был крещеный. Ну, не ты, а кто-то там был в детстве. Мы его признаем в крещении действительном? Конечно. Мы же православное. Ребенка причащали. Ну, вот он вырос и в 17 лет впал в блуд. Один раз. А в священнике, когда-то задумал, 47 лет. Но уже ему нельзя быть. Он не сохранил себя. Он порченный. Сегодня в православии, в патриархии, этого ничего не соблюдается. Поэтому такой разврат, такое Б с большой буквы в церкви царит. Как говорится, женщина, которая без мужа отдельно называет, на букву Б называется. И когда Степаненко сказал открыто об этом, на него поднялись, как и архиерей его отстранил от руководства там, миссионерским отделом. Город Томск. Так что, если мы православные, значит, разговаривать не о чем. Ты вот что скажи себе. Допустим, давай сейчас отложили. Священником тебе не быть. Четко и ясно. Спасай душу, какой ты есть. Но если бы ты был священником, скажи. Ты знаешь своих прихожан всех? Если не знаешь, ты не имеешь права его причащать. Если недостойно причащаешься, Иоанн Затаус говорит, гибнешь ты. И тот, кого ты причащаешь. Иоанн Затаус также говорит, если одна душа, одна, погибнет по твоей вине, священник, о, священник, тебе всей жизни не хватит рассчитаться. Ибо за эту душу Христос умер. А их миллионы погибают сегодня. Он не изгонит того, кто впервые услышал разбойник на кресте, блудница пришла, волосами ноги отирала. Он не изгоняет никого, потому что они не знали. Но если ты узнал, назад повернулся, как пес на свою блевотину. И лучше бы не познать. Ибо дьявол берет всем злейших и входит в него. Мы сквернили православие. И поэтому люди массово уходят с сектанта. Они живут более чисто, чем мы. Потому что у них слово. Вы очищены через слово. Дальше. У тебя человек, который ты узнал. Допустим, ты священник, не отец Игорь. И он напился раз, говорит, до потери. Ну, выпивает-то. Что ты будешь делать? Канон говорит, ты отключай его на два года. На два. Ты не имеешь права другого. Вот женщина подходит и говорит, там, на исповеди тебе. Вот так получилось, я аборт сделал. Тебе не надо рассуждать 40 поклонов, там все это, выдумка. Правило Василия Велика второе. Правило второе. Василий Великий не дурнее нас был. Одна 10 лет, как убийца. 10 лет. 10 лет разделяется на 4 категории. Первая, она там, на улице, плащущая. И дождь и снег, и наголу. Второе, она уже имеет право в притворе стоят. Припадающая. Дальше слушающая. Третья часть. Четвертая, купна, стоящая. Купна, то есть вместе с верными. Но не причащается еще. Там сколько? На 4 разбит счастье. Там 2,5 года. Вот как церковь усыновила. И тогда мы будем православными. А когда этого нет, так что ты? И вот у нас недавно было тоже такое собрание, пастырское совещание по поводу строгости и снисходительности по отношению к кающимся. То есть употреблять вот эти правила, как вы говорите, строгости. Либо иметь какое-то снисхождение относительно сегодняшнего времени. Так получается, вообще в церковь никого нельзя запускать. Вообще на сегодняшний день. И нам даже священнослужителям служить вообще нельзя. То есть если вообще все по правилам разобрать, вообще тут достойных-то нету. Понимаете? То есть получается из недостойных хоть кого-то, хоть как-то, понимаете, вот все равно. Не обманывайте людей. Не надо это. А вот они, мы обсуждали, ваше собрание, они фишкина грамота. Для нас, Слово Божие, каноны, книга правил. 70 лет ее не издавали. Ну хоть как-то, что хоть как-то-то. Вам что, свечки продавать только? Не как-то, а всем умом, всем сердцем. Вы говорите нельзя. А как в нашей общине? Мы все восстановили. Все до одного правила. Почему? Мы работали, молились, просили. И Господь нас благословил, осенил благодатью. У нас нет ни одного, чтобы он был моченый. Все до одного. Члены в полное погружение. Значит, у вас там самая святая церковь, будем говорить. А то Бог рассудит уже. А остальные церкви все, кроме вот вашей, надо заколотить. Так что ли выходит? Ну это, знаете, я называю это подкусывание. Я своих правил не выдумывал. Я сказал Божьих правил. Полторы тысячи епископов, заметьте, 1500 епископов на этих соборах было. И многие из них канонизированы. А мы тут умничаем теперь. Сначала развратили народ, а что я сделаю, никого не будет и не надо. Вот я не имею никакого сана. Но епископ специально меня рукоположил в щицы. Я могу быть давным-давно. За мной я сижу, рядом епископ и митрополит. Меня уговаривают стать священником уже 50 лет. Я знаю, это не мой путь. И когда я все доказал, в синоде был, тогда епископ этот митрополит и говорит, наверное, так и есть. Кое-где вам бы путь был закрыт. Я чтец. И я в храме говорю проповеди при епископах. Прополит, московская патриархата, у нас потеряет и служит. Служба идет, он меня причащает, а потом просит, скажите проповедь. Митрополит обращается ко мне. Я чест, но никто. Я говорю, при нем проповедь. Я не по заказу. То, что у меня на сердце Господь положил. Так это ни один, ни два раза. Я буду рассказывать, ты не поверишь. Почему? А я никто. У меня ни образования нет. Но я 53 года у нога Христа просидел. Я не такой строгий человек, как вы. Как бы сердобольный я такой, понимаете. И не такой уж, ну, никого там не бичуя, понимаете, правилами. Ну, как вот. Я помню слова Христа, понимаете. Руководствуюсь этими словами. Суд без милости, не оказавшему милости. Простите меня грешного. Давайте мы до конца договорим. Суд без милости, не оказавшему милости. Где это? Вот мы с вами на поле. И у нас с вами пошел разговор. Твоя скотина потоптала у меня половину гектара. Вот тут я могу оказать вам милость, смотря, что у вас много детей. Это большой убыток для вас. Мы договоримся. Тут вы не имеете права. Вот он юрист. И он не может ничего сказать, кроме закона. Не может. Везде в государстве закон. В армии закон. В монастырях закон. И вне закона ты беззаконник. Тебе не дано права. Ты перехватил через край. А святые отцы были не милостивые. Где мы это видели? Приходят люди к Иоанну Крестителю. А он не милостивый. Он говорит, порождение ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Это змеи ползут. С апостола Павла разговаривает Иерима Волх. Он заметил, что он не такой. Он сразу, ты сын дьявола, враг всякой правды. Доколе будешь совращать прямых путей Господи. Вот на тебе рука. Он сразу ослеп и все. Почему он милость не оказал ему? Заградить уста. Он знал, Павел, что не обратиться. А возьмите, эта женщина-прорицательница, когда Павла тут арестовали, за нее посадили, а он лишил этого злобного духа. Надо слова по месту говорить. Святые запрещают подмену слов делать. Если это воровство, его надо назвать воровством. Они как у преступников, я взял. Они не говорят, что он вор, я просто взял. И когда мы начинаем говорить о спасении, надо все время смотреть кверху. Я умру. И вот эти отговорки, вы, священники, собрались куча беззаконников. Я приехал ко мне священник, и он идет, мы идем на занятия, я в пяти университетах вел занятия. И он говорит, я вот не пойму, почему Христос вывел в отрицательном смысле. Он прошел мимо, раненый там, то там, где Самаринин-то нашел. Почему священник мимо пошел, а не воин какой-то, начальник. Почему Христос на первом месте, самый бессердечный священник. А он сам-то протеерей. Я говорю, Христос, наверное, знал людей. Вы самое жестокое сословие. Но более жестокие только епископы. Иоанн Златеус говорит, я никого не боюсь, только епископов. Епископы. Вот заметьте, Христос посылает учеников и говорит, я посылаю вас, как овец среди волков. Овец среди волков. А кто волки? Иудеи, которые противились. Коммунисты, фашисты. Но вот в 20 главе Деяния Апостола, 29 стих. Апостол Павел из Мелита призвал, там Сефеса пришли, в Мелите был он, присвятера епископа. И он говорит, из вас самих восстанут, которые будут говорить превратно. Лютые волки. Это вот о вас как раз и говорится сегодня. Лютые волки, то есть бешеные. Не просто волки, там волки. Христос посылал. А это из среды священников. Кто арий? Пресвитер. Кто он историй? Патриарх. Все ереси, так кто архимандрит там этот, и в тихий. Все еретики-то, это не кочегарни, плотник их, основывал ереси-то. Священники. А за ним люди шли. Я заметил. Еще слово скажу. Дионисий Александрийский говорит, народ был настолько невежественный, что православных считали еретиками, а еретиков православными. Очень много у вас судительного. Да. Бадрит священников. Ну, Господь говорит, не судите, да не судим будем. А вот пусть нас Господь рассудит. Хорошо? А вот я вас выслушал, в ваших глазах, конечно, я там всякий проклят, и все, и волки, и в овечьей шкуре, и всякое разное. А вот, конечно, спасибо вам за ваше мнение. Вот я нисколько на вас не обижаюсь, но просто у меня вот это недоразумение, почему вы так злобствуете. Злобствуете. Так это не ко мне, слово так Павлу. Я Павла привел вам-то. Почему на меня стрелы-то направлять? И вы скажите, неправильно Христос учил, неправильно Павел учил. Тогда выглядеть будет по-другому. Если бы я не считал, я бы этих слов не сказал. Я же вам слова авторитет Павла, а вы на меня поворачиваете оглоблю. Зачем это нужно? Это неправильно. Ну, смотрите, мы считаем Якова 4 глава 4 стих. Прелюбодеи, прелюбодейцы. То есть вообще хуже некуда. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Это одно и то же. Но сейчас человек всего не вылазит из мирского. Но он враг Богу. Враг Богу не согласен. А что мирское, да я ничто человеческое, мне не чуждо. Я говорю слова, злобные. Это сегодня говорите. Но когда, говорит, подойдет вот сюда вот, тогда будете искать, кто скажет вам, кто принесет Слово Божие. От моря до моря будут ходить искать. 8.11 считаем пророка Амоса. Искать будут и не найдут. А когда Господь говорит, я посылаю, не слушают. Почему митрополит Сергий Строгородский говорит, будет время, когда слушать, никого не будут. И Бог будет избирать из среды простого народа, не обреченных никаким саном, которые будут движаться своим предприимчивостью, своей обреченной благодатью Духа Святого. Это от Бога будет исходить. А мы привыкли, вот я хоть в рамках церковных, ну торговля, торговля, выкинь торговлю. И жить не на что. Почему у нас торговли нет? У нас с тарелкой не ходят. Святая Десятина, а торговля Богом выброшена. Он говорит, храма-то нет, это комок. Какой? Вертеп разбойников. Что Христос не приходил туда. В каждом храме торгует. Вот такой был Севолод Шпиллер в Москве. Рассказывает. Наконец-то он добился, что все согласились. И они вытащили этот церковный ящик, разбили и в церковном дворе жгли. Это, говорит, не просто ящик, это жить старый присосался к нам. Христос выгнал из храма торговля-то и продающих, и покупающих. Даже этого сделать не могут. Это мои слова разве? А если ты это делаешь, ну, значит, и тебя он порол бы выгнал оттуда. Это мы уже присосались к этой неправедной торговле-то и думаем, все у нас хорошо идет. А это, говорит, Феофан Затворник. Когда ты начинаешь говорить, на тебя перекидывают. Он это видел, говорит, но когда тут везде дом горит, священник начинает суетиться, но уже, говорит, поздно, уже ничего не сделаешь. А вот. Ну, у нас считается не торговля, а пожертвование. Так что вот так вот. Правило восьмое. Слушай. Ащи жена некоего мирянина, при любодействовав, обличена бы и в том явно, то он не может прийти в служение церковное. Ащи же по рукоположению мужа впадет при любодействии, то он должен развестись с нею. Ащи же сожительствует, не может касаться служения ему порученного. Ну, еще. Ну, это я говорю. Ну, маленько, додумайтесь, что вы говорите-то. Я вам сказал, ну, и вы ко мне пришли. Я сказал, вот такое правило. Смотрите, книга правил изданная в православии. Таких правил у нас сегодня, отец, 413 правил нарушается в храме. Еще, нам за это Бог скажет, хорошо, 719 правил, из них 413 каждый день умышленно нарушается в храме. До 30 лет, рук полагают. Зачем до 30 лет, когда указан 6-й Вселенский Собор, 14-15 правила? Правила не объясняются. Сказаны все, но это правило объясняется. Ибо и Христос вышел не ранее 30 лет. Это выше Христа лезут. Ну, я никого не осуждаю. Это во власти епископской, не в моей власти находится. Вот. Отец, давайте договоримся так. Я просчитал правила, а вы делаете вопреки правилу. Это вы осуждаете, не вы осудили 430 епископов. Которые на этом соборе были. Вы осудили, а не я. Если вы их не принимаете, значит, вы их осудили, как сектанты. Какое-то православие, когда мы самобольничаем. Нет правил. Вот у меня, допустим, хорошее отношение с губернатором. Я пришел и говорю, я приду, в гости приглашаю. Он приходит, вместе обедаем. Я говорю, дайте мне путевку в космос. Подождите. Он говорит, так у меня власти нет этого. Это не может быть. То есть, определенная власть у каждого есть. Вот священник может кого-то руку полагать? Не может. Ну, окажите милость. Ну, что вы такие жестоки? Я буду сейчас к вам приставать. У меня власти нету. Это дело архиерейское. Ну, мы знакомые. Ты меня знаешь. Я достойный. Ну, рука, положи меня в священнике. Возраст позволяет. Не можешь ты это делать. Итак, то, что я вам говорю, это каноны. Их никто не имеет права трогать. Значит, ты заранее должен сказать, я презираю канону. Нанави вещи своими именами. А вот они добровольное пожертвование. Это лукавство. Еще хуже торговли. Добровольное пожертвование, закрещение там пятьсот рублей, шестьсот рублей. Все смеются, стоят. Добровольно. Ты вышел, я тебе в карман положил. Вот это добровольно. Нищему подал. Добровольно. Собираю деньги там на улице выше, храм строить надо. Добровольно. А это не добровольно. У нас свечи горят чисто восковые. Ни одного грамма нету примеси никакого. Спасики покупают воск. Чисто живущие там пенсионерки, они выливают сестры. И священник ставит сколько надо. Так аромат-то какой стоит. Как Серафим Саровский говорит. Какие свечи ставить надо. А мы привыкли жить в этой грязи. И поэтому нас православных-то никто за христиан не считает уже. Когда в сектанты уходят, говорят, а я был когда неверующий, а ходил всю жизнь в храм. Мы должны однажды взять, как Солженицын, по хребту себя проскрести раза два, то увидите, кто мы такие. Я не могу. Можешь. Не обманывай сам себя. Скажи, я обязан. Бог повелевает мне. Вот человек Кашпировский волшебник. Приходит в храм, причащается. А почему? А 18 лет отучен он должен быть. А ты ходил, лечился. Священники сидели, заряжались чумакатом. Когда священники, я знаю, участвовали. На пять лет ты должен быть лишен. А если священник, видимо, и сам снимается. Вы не придумайте свои правила. Не будьте в милосердии святых, которые показали. Это не милосердие, это потворствование. На дорогах почему не разрешают на красный свет ехать? Вы на красный свет все время едете. Запрет, все кончилось. А то батюшка разрешил посты нарушать. Да какое ты имел право? Зачем ты разбойничаешь над душем? Я не к вам говорю. Ты не имеешь права, у тебя нет его права. А к нашему батюшке никто не подходит. Знают, что нельзя. Вот мой отец Аким, брат родной, протеерей, он приехал, там где-то, я сейчас не знаю, где-то, он был настоятельным в Тобольске. Вот приехал и в отпуск ездит там по мощам, в Девеево. И священник говорит, людей много, помогите мне исповедовать. Устал я, говорит. Ну, батюшка остался там 120 человек на исповеди. Батюшка вышел, он сказал, я буду по канонам исповедовать. Он говорит, так и сделай, я ничего не могу сделать. Он вышел, обратился и сказал, кто не постился в Великий Пост, исповедовать не буду. Осталось человек 30, может быть, бабушки одни. Теперь стоят старички, и он говорит, бред их не исповедую, пока не остатутся в бороду. Все. Давид не пустил в город безбородых, полбороды не было, в город Иерусалим, а мы в небесное идем. Дальше им говорит, теперь, сейчас я буду исповедовать, осталось человек 6 или 7. Но вы придете домой, просчитаете перед причастием там канон, который усыновили. Все исповедовал, все в норме. А остальные сразу задумывались, а почему наш батюшка не говорил? Тебя спрашивать будут, архиерия, это твоя паства. Мы точно так же в этом мире живем, и ни один не нарушает пост, ни один. Вы посмотрите, где вы найдете, ну кто, Ян Златоуст с бородой, Ян Николаич, Седотворец, Ян Кронштадтский, Серафим Саровский, нет бритых, ни одного. Что вы тут выдумываете? Человек приходит от мира, он привык бриться. Ну и пускай брится, какое отношение к церкви, то он никуда не пришел. У нас ни одного безбородого нету. И пока у него бороды нет, его никто крестить не будет. А почему? Вам скорее надо крестить, иначе его машина задавит. Кто пошел в храм крестить, все машины собрались и ждут, когда он выйдет, чтобы задавить его. Вы придумали басни. Откуда вы это взяли? Если он пришел, то написано каноны от трех до пяти лет оглашение идет. У вас оглашения это никакого нет. Вы кладбище создали, я называю скотомогильник. Христос, говорит, пришел к погибшим овцам Израиля. К погибшим. А где скотина валяется, это скотомогильник, это не кладбище. И никто не обижается. Сегодня я говорю, это скотомогильник у вас в храмах-то. Вы прекратите безобразничать. Ты должен выйти к народу. Я вот так вот проповедовал, и два священника сразу покаялись. Один из них угумен. Они вышли к народу и сказали, мы совершенно неверующие. Мы друг перед другом только величались. Мы без ваших подачек прожить не можем. Апостол шил своими руками. Своими руками. У нас у батюшки около ста овечек. Жена агроном. Ему не надо ходить в тарелку. У нас с тарелкой не ходят. У нас нигде деньги не фигурируют. Вообще нету. Если мы любим Бога, мы это услышим и скажем Аминь. Вот тогда видно будет, что огонь Духа Святого побуждает тебя к святости. Я думал, я не смогу. А сможешь? Ты только начни. Включи. Не бойся потерять. Вот меня спрашивают, ну вот поставили бы вас священником, что бы вы сделали? Ну у нас тут собор большой. Я говорю, первое, что купил бы большой амбарный замок и закрыл на... А в ограде церковной сразу начались бы проповеди, учения. И примерно через месяц открыли бы на цепочке, чтобы по одному можно проходить. Кто принес покаяние в нарушение поста, неправильно крещеный, чтобы все 100% были крещены в полное погружение. Вот это мощение, это не крещение. Его на Афоне не признают. Ни воины, и Лука, и Ценецкий. Никто его не признавал. Это обман. Обман сплошняком идет в церкви. Винцы на голову не надевают, а ходят вот так рядом. Да какое венчание-то это? Венчания-то нету. Это обман. Венец должен быть надетый. Получается, те, кто уже были крещены, вот как вы говорите, через обливание, то надо их перекрещивать, что ли? Не надо перекрещивать. Они не крещеные. Они обмануты. Слово крещение означает погружение. Другого перевода нету. Слово крест, крещение, это только в русском славянском языке. В немецком, в английском, в греческом везде тауфон, баптизен. Погружения нет, ничего нет. 50-е правило. Говорит, если не был троекратно погружен, ты так крестил, тебя извергнуть надо. Ты уже изверженный. Игнатий, 50-е апостольское правило. Запишите себе. Если меня крестили, вот как вы говорите, обливанием, в 90-х годах, то что получается? Приехать по Теряевку и крестить. У нас приезжает архимандриты, крестятся, возвращаются и начинают дальше служить. Мы патриарха пригласили, чтобы преподать ему крещение. Все выправляется, все. Не бойтесь, не держитесь за свое грешное место. Вам перед народом надо выйти и покаяться. Неправильно крестил, торговля, не учил. Прости меня, Господи, помолитесь за меня, чтобы меня Бог не убил на этом месте. Как сыновей у Аарона, двоих сразу Бог убил. Почему? Потому что пришли с чуждым огнем. Я не знаю, что такое чуждое. От папироса свечки зажигали. Бог убил их и не спрашивал. Вышли 250 архиереев и Бог сразу сжег их огнем. А в Новом Завете написано то, сколь текщайше у повинны будете наказанию, когда Духа благодати оскорбляете. Считайте послание к евреям. В Новом Завете намного страшнее. А то вы расслабились и встаньте на ноги и скажи, Господи, с тобой все возмогу. Батюшка, вы только не обижайтесь. Конкретно я вас не знаю, я не к вам говорю. 413 правил в каждом храме нарушаются. Это что, игрушка? Ну, 413 гаек открути от машины, куда она пойдет? Игнатий Тихонович, я смотрел ваши передачи, я в курсе. Меня вызывает священник, и мы начинаем говорить. И в первые дни все прекратить причащать. Готовьте людей к окрещению. И церковь сразу обновляется. Вот смотрите, 249 год от Рождества Христова. Церковь расслабилась, все по институтам, живут там так. И вдруг приходит Деки в 249 году. Император Деки. Он как ударил Деки. А церковь такая пыль пошла. Но за 3 года церковь полностью обновилась. Как только обновилась, сначала люди все отхлынули от церкви, от гонения-то. А потом, когда гонения-то, как попало, уже верить не будешь. Там впереди так эшафот. И в 251 году церковь наполнилась новыми людьми, огненными. А его убили. И церковь освободилась от гонителя. Надо довериться Богу. Перекрещивания никакого нет. Были люди обманутые. Я вам считаю, правила не мирские. Я показываю книгу. Книга правил, которая действует у нас в церкви. Если у нее книги правил нет, то никакого православия нет. Оглашенные изъедите, никто не выходит. У вас литургии-то нет. А некоторые священники вообще эти слова выбросили. Ты включи это, и ты увидишь, написано из посторонних, 5-13 деяния апостолов. Никто не смел пристать. Никто. А сейчас все посторонние лезут. Я был в Киеве. Стоял около дверей. Ну и около двери-то рядом-то. Хорошо видно-то. За час зашло и вышло 750 человек во время службы литургии. Это что, церковь? В церкви никакого хождения. У нас ни один шаг даже не имеет права переступить. За 7 минут дошли полное молчание. Все знают, как перекреститься. Как попало рукой-то не машут вот сюда вот. Чтобы у тебя крест был в страхе. Небрежному маханию руки бесы радуются. Я в Златоуст. Мы бесов тешим приходим. Ну как в Макаре, когда увидел дьявол идет. А куда идешь? Он говорит, в храм. А что ты разве бываешь? Он говорит, ни одной литургии без меня нету. Вот это ответ. А однажды настоятеля нету, а ему глаза открылись, он видит, стоит вепер, дикий кабан. с обрезанными ушами. Нам бы если глаза-то открылись. Вот считайте, Макарий есть египетский, а то Александрийский. И он стоит в храме, люди причащаются с причастием, с причастием. А ему Бог открыл. Священник руку протягивает, а ничего нету. Стоят демоны и в рот уголь толкают. Вот как причащают. Демоны. Эфиопу черный уголь толкают. А ангел говорит, незримо рукой причастие относит в алтарь. Кого вы причащаете? За самое неподобное действие никакой эпитемии нету. Ты зачем там нужен-то, священник-то? Людей портить? Сколько что их перепортил? Я не к вам говорю. В каком-то городе, в каком-то веке. Можно мне сказать? Да зачем? Я вас не знаю. Я говорю вообще, я же бываю в разных храмах. Мы проехали всю страну и за границу. От Владивостока до Лиссабона. знаете, что патриарх Кирилл вернулся, здесь съездил на востоке, вернулся и захватил север немного. И что он сказал? Я сейчас утаю. Вот я в одном храме говорю, знаете, вот, и мы зашли, никого нету в храме, никого. Мы оглядываемся, священник стоит за кассой один. За один никого нету. Вот понимаете, торговля, это ксерболюбие, мамону служат, мамоне. Я говорю, не зря патриарх Кирилл сказал, что нет, я говорю, духовная развалина. Он говорит, да как можно сказать, да монастыри строятся. Я тогда говорю, патриарх Кирилл сказал. патриарх сказал, ну, наверное, так и есть. Заговорил, говорит, бедный, а кто ты такой? Заговорил, богатый, превознеси до облаков, Иисус Сарахов пишет. Я сказал, он против. Я говорю, это патриарх сказал, сразу испугался, ну, наверное, так и есть. Иначе его от кормушки-то оторвут. Надо истинно сказать, Господи, как Исаия сказал, вот я, Господи, возьми меня, и тогда Бог берет, Серафим берет клещи и углем проведет по устам, очистит тебя, и ты увидишь. Вот я в университетах вел занятия, у нас оглашение, это 500 часов было, академически, 500, это нигде в мире нету. Можно, можно. Так у нас не один, вот сегодня вернулись в благовестие, каждое воскресенье идем, мы только в окрестности у себя, в деревне, 30 тысяч Евангелия раздали, 30 тысяч домов посетили, людей собираем на стадионе и всех направляем в храмы Московской Патриархии, никуда больше ни одного. Мы наполняем церковь людьми, над которыми теперь вы трудитесь.